Более тысячи буддийских монахов съехались в восточный город Уси на международный буддийский форум. Он проходит уже в четвертый раз. В этом году гостями мероприятия стали представители более 50 стран и регионов. Главная тема форума – буддизм и новые медиа. О своем опыте и освоении интернета рассказали монахи храма Лун Дюань в Пекине. С помощью новых медиа они пытаются заинтересовать своей философией молодежь. Подробности далее. Древние храмы ищут себе место в современном мире. Один из монахов, мастер Сян Фань, рисует комиксы, главный герой которых – начинающий буддист Сянь Эр. Он рассказывает о буддийском учении в онлайне. Для мастера Сян Фань создание комиксов и маленьких видеороликов – не только хобби, но и еще один способ прославления Будды. Портрет Сянь Эр сочетает в себе черты традиционной китайской живописи современного стиля рисования комиксов. Но самая важная черта, которая привлекает нас к нему – это буддийское учение. Сянь Ер – воплощение нового буддийского духа. Я надеюсь, что он сможет легко общаться с пользователями, что он понравится людям, а они заинтересуются буддизмом. Храм Лун Цюань теперь планирует разместить в интернете все буддийские доктрины. Многие монахи уверены, что нужно шагать в ногу со временем, и что современные технологии только в помощь распространению учения. Глава храма и буддийской ассоциации Китая мастер Сюэ Чэн завел свой аккаунт на Вейбо. Сегодня у него около 800 тысяч подписчиков. Буддисты должны не только искать просветление с помощью ежедневной учебы, медитации, культивации позитивной энергии через буддийскую доктрину. Они также должны делать свой вклад в общество, делиться своими приобретениями, добротой, сочувствием и мудростью через интернет и новые медиа. Между тем, изображение монаха Сянь-Эра в формате 3D уже можно загрузить на свой смартфон. Монахи надеются, что мультяшный герой сможет сделать буддизм популярным во всем мире. Но использование новых технологий не означает отказ от старых традиций и ритуалов. Монахи по-прежнему молятся и соблюдают пост, чтобы держать под контролем такие чувства, как эгоизм и высокомерие. Анна Саникевич, Си Си Ти Ви Монахи по-прежнему молятся и соблюдают пост, чтобы держать под контролем.